Без выходных, ротаций и с огромными потерями. Солдаты российской оккупационной армии продолжают жаловаться на условия службы. Военное и политическое руководство сообщения своих подчиненных игнорирует, а родственниц солдат, также заявляющих о ненадлежащем обращении, преследуют силовые структуры России. Чем именно недовольны участники путинского вторжения? Смотрите далее. Мы уже полтора года здесь с мышами в окопах гнием. Когда все это закончится, Путин, ебаный, ебаный, ебаный. Все больше жало, российские военнослужащие начинают свои рассказы с сообщения о потерях. Многие заявляют, что командование относится к попавшим на фронт, как к пушечному мясу. В данный момент находимся на БЗ, и сложилась такая ситуация, что нас гонят на убой. Все обещания, которые были руководством, нам обещано, его ничего нет. Нас просто гонят на убой, где работает Украинский. Артиллерия, кассеты, минометы, танки, нас никто не прикрывает. Последний раз мы лишились большинства своего состава. От взвода у нас осталось 4 человека. Нам крошат просто как пацанов. Пацаны вчера зашли взвод, взвод, целый взвод. Тот, кто служил, тот поймет. Целый взвод зашел, 3 человека осталось живых. Все. Ну, там 300-е, 200-е. Недавно в сети появилось свежее видео от российских захватчиков, находящихся в Херсонской области на юге Украины. Этих военных не устраивают круглосуточные обстрелы и отсутствие выходных. Мы находимся здесь со 2 августа 23-го года. Сейчас 20 января 24-го года. За эти без малого 7 месяцев не было ни одного выходного, ни одной ротации. Со 2 августа мы находимся под постоянным артобстрелом из всех калибров с применением кассетных боеприпасов и фосфорных бомб. Нет поддержки, нет координации, нет обещанного. Зато есть репрессии и угрозы этих самых репрессий. Вот так воюет российская армия на протяжении всей войны. На отсутствие выплат, питьевой воды и необходимой экипировки сетуют путинские солдаты 26-й мотострелковой бригады. Многие из ее состава погибли в результате ненадлежащей организации процесса эвакуации. Не обеспечивает нас зимним обмундированием. Генераторы покупаются нами за свои деньги. Продукты и бензин привозят в минимальном объеме. Из-за этого приходится идти в магазин, который находится за 7,5 километров от нашего места дислокации. Дорога в магазин пристрелена ***. И некоторые из нас умирают по пути из магазина. Стоять всем! Еще одна претензия российских военных к руководству – армейские самосуды. На фронте участились в случае пыток. Со стороны командующих над солдатами проводят самосуды. Это мы видели неоднократно. То есть, если все должно быть по закону, они это все делали сами. Над солдатами проводят самосуды, неоднократно расстреливали за какие-то проступки. Кого-то пристегивали голыми к деревьям, издевались, били палками и тому подобное. А кого-то, на самой части, отправляя на передовую без бронежилетов, без оружия, то есть на мясо. Не перестают российские военнослужащие жаловаться и на отношения к ним внутри страны. В России они, оказывается, никому не нужны. У всех моих ребят, и в том числе у меня, проявляются проблемы с оформлением всех документов, удостоверения ветерана боевых действий, с оформлением дополнительных социальных гарантий выплаты 3 миллиона по указу президента Российской Федерации номер 98. У нас проблемы со всеми социальными вопросами, со всеми социальными гарантиями. Такие попытки привлечь внимание к проблеме мало кому помогают. После записи подобных видео многих их авторов начинают преследовать, утверждают родственники российских оккупантов. Вот почему единственный выход – это не идти на войну, а для попавших на фронт – искать возможность покинуть поле боя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!